Всем привет! Продолжим нашу тему современных слов в английском языке, которые удачно перекочевали в русский язык. Сегодня на очереди прилагательные. Если вы еще не видели видео с существительными, то обязательно посмотрите его на нашем канале. С вами Вероника и Puzzle English. Поехали! Начнем сегодня со слова зашкварный, потому что так много запросов на это слово, и это не английское слово. Все просто. Поехали дальше. Думаю, что все понимают, что это от английского слова drive, которое означает водить, как глагол в прямом смысле. Поехали в ТЦ. Я за рулем, как глагол в переносном смысле. It drives me crazy. Это сводит меня с ума. Или she drives him mad. Она сводит его с ума. Как прилагательное. He was the driving force behind their success. Он был движущей силой их успеха. Следующее слово. Криндж. Примерно то же самое, что и зашкварно молодежь, да? Вы же так же это используете? Криндж. Это вообще съеживаться. Поэтому отсюда пошло и второе значение чувствовать себя неловко. Чувствовать, что стыдно. Если используем как глагол, то, например, Она была так напугана, что сжалась в уголочке. Наш учитель чувствует себя неловко каждый раз, когда слышит сленговые слова. Как прилагательное. Это так кринджово. Следующее слово. Кликбейтный. Это очень популярное слово среди СММщиков и Ютубщиков. То есть это что-то такое, на что хочется кликнуть. Обычно это кликбейтный заголовок. Но сначала вопрос на засыпку. А вы сможете правильно угадать, как оно пишется? Так? Так? Тоже нет. Барабанная дробь. Кликбейт. Вот так. Может быть и существительным, и прилагательным. В английском языке. Множество кликбейтных картинок используется для того, чтобы привлечь больше трафика на сайт. Предполагается, что кликбейтные заголовки должны заставить всех думать, что ты узнаешь что-то новое, если кликнешь на ссылку. Фейковый. От английского слова fake. Очень популярно используется и как глагол, и как существительное. Как глагол это делать вид, притворяться. А как существительное, это неправда, недостоверность. Например, fake it till you make it. Это, наверное, слышали такое выражение. То есть сделай вид или притворяйся до тех пор, пока ты это не сделаешь, пока это не станет правдой. Сейчас тонны фейковых новостей в интернете. Следующее слово. Хайповый. Еще мы говорим хайповать. Здесь тоже обязана помучить вас написанием. Как пишется hype на английском языке? Так, 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 все нет. Хайп. В английском может быть и глаголом, и существительным, и прилагательным. Все в лучших традициях английского языка. Давайте рассмотрим на примерах. Открытие этой галереи будет самым хайповым событием этого сезона. Они пытались хайпануть со своим новым продуктом с помощью лотереи. Подытожим. Существительные разобрали. Прилагательные разобрали в этом видео. Остались глаголы. И по традиции, чтобы сделать видео про глаголы, нам нужно получить много комментариев от вас. И может быть еще какие-то слова, которые вы хотели бы разобрать. Их тоже можно смело писать в комментариях. Спасибо, что сегодня были с нами. Это Вероника и Баззл. Субтитры сделал DimaTorzok и Баззл.